Давайте тогда начинаем. Давайте. Давайте. Я брал презентацию, которая бывает, а тут экран еще white wire. Когда было еще время, там видео салона, какие-то бассеты и все прочее, я не понимал, что такое, когда показывали фильмы с полоской, и мы решили китайцев, глаза русские, фильмы тоже русские. Все видят хорошо. Телевизор будет продать. Вот. Ну, давайте, наверное, пока люди подходят, я немножко по затягиванию времени использую. Буду сейчас рассказывать про процессы в растущих компаниях. Стандартный слайд, на котором обычно презентующие рассказывают, чем он ценен, почему его нужно слушать, откуда он в другом году набрался. Меня зовут Рошин Алексей, сейчас я работаю в компании «Финал». Довольно частый вопрос, который мне иногда задают, как можно столько всяких компаний обойти, что происходит не так. На самом деле, все нормально, все так. Да, для запуска проекта не нужно, десять лет находиться на одном месте, все сейчас меняется, течет очень быстро. как некоторые компании. Вообще были стартапы, где не выживали они, в общем, когда в банке была такая история. Но на основе этих известных плодотипов, известных компаний удалось накопить интересного опыта, которым хочу с вами поделиться. Ну, с чего все начинается обычно в состоянии менеджмента. Есть очень хорошая книжка «Комаде Марта Дедлайн», который сказал четыре правила менеджмента. Что нужно найти нужных людей, дать им работу, забывать о мотивации, и, там, кто бы сейчас сказал, кричит, это все не будет. И вот, когда я открыл доклад, посмотрел все это и понял, что речь, в общем-то, не только о процессах. Доклад заявлен процессным, но все начинается с людей. В свое время говорили, что кадр решает все, эта фраза никуда не ушла, все это также ценну в кадрах. И хочу порекомендовать очень хорошие книжки. Если вы их еще не читали, то «Человеческий фактор» не руководствует жилам с польски, а польски на его программистов, в которых рассказано, собственно, как с этими человеческими факторами работать. Вот, книжки веселые, читаются клево. Очень рекомендую. Так вот, что касается людей. Прежде чем мы набираем нужную команду, нам нужно подумать об их тактико-технических характеристиках, не знаю. Поскольку компания у вас роспущая, и вы в момент роста набираете свои команды, выбираете своих людей, которые потом вместе с вами будут обеспечивать этот рост. Вот, картинки для привлечения внимания тут. Я буду пока складывать. Мы совсем не обсуждаем, что люди, которых вы берете, должны обладать техническими скиллами, навыками, с помощью которых они будут выполнять те работы, ради которых вы берете. То есть мы всегда ищем максимально профессиональных исполнителей, менеджеров, нафиговщих разработчиков. Тех, кто будет работать. Но при всем при этом, в момент роста вам нужно отвечать людей, которые работают на результат, и людей, которые живут в процессе. Процессники – это не те люди, которые вам здесь, наверное, помогут. На самом деле, есть неплохие практики, которые зачастую позволяют вам увидеть, что находится внутри человека. То есть на секседрах. Даже когда вы смотрите на резюме, люди, которые думают о результате, о своих прошлых работах обычно пишут, что я добился чего-то, я что-то сделал. Конечно, ему могут помочь подготовить это резюме, как-то что-то туда заложить. Но можно в процессе беседы задать кто-нибудь вопрос. Расскажи, что ты клевого сделал на последнем месте. И там, я сформировал команду разработки. Ну, все прекрасно, процесс. Вот типичный. То есть это сформировать команду, набрать команду, и с помощью нее мы там ускорили количество выдачных релизов в два раза, повысили качество или еще что-то. То есть, люди, которые говорят о результате, этот результат можно как-то измерить. То есть собрать команду на процессе. Это неизбежный процесс, который произойдет в вашей совместной работе. Поэтому процессников лучше здесь избегать. И чем раньше это произойдет, тем лучше. Когда вы набираете людей, то в моменты, опять же, на грима растущих компаний мы понимаем, что нам люди с коммуникационными скиллами более цены. Просто потому, что в моменты вашего бодного роста, развития, выстраивания отношений, им придется больше общаться, больше работать друг с другом, находить, выстраивать отношения, договариваться, спорить о чем-то. Вот. Поэтому коммуникационными лучше давать предпочтение. И избегать унылых, это такая некая стандартная моя фраза. Это не значит, что нам надо набирать плова, но люди, которые идут с позитивом по жизни, помогают в процессе вашего развития компании, становления битвы за дедлайны и всего такого, лучше. Собственно говоря, про результаты. Тут вот есть история, не знаю, видно там, когда один работник подходит к другому, к парену говорит, слушай, а почему ты мне платишь 5 копеек, когда вот ребенок подходит к другому, ты платишь, он говорит, а вот сходи посмотри, что привезли там. Он выбегает, говорит, сено привезли, а посмотри, там, помните, как это читать? Помните эту притчу, да? То есть он говорит, а какое сено? Откуда привезли, а по чем? Пока убегал, другой забегает, говорит, слушай, там привезли сено, я уже договорился, его выгружаю, там и все. То есть, на самом деле, эта притча не совсем про результат, он вообще про превышение должностных полномочий написано, и не факт, что тот второй работник, который неуполномочен был организовывать выпуска сено и договариваться о покупке и скидках, поступил правильно. Но, тем не менее, он добился какого-то результата, предположим, что это нормально. Вот. Вопрос в том, что люди, которые не работают на результат, а выполняют ту работу, которую там вам сказали, они требуют больше управленческих решений с вашей стороны. То есть вы должны постоянно помнить, чтобы поставить там правильную задачу, потом эту правильную задачу перепроверить, что она принята правильно, и ничего еще не сделано. то есть ваши затраты, то есть вы выполняете часть работы. Как вы знаете, есть три способа постановки задач. По процессу, это обычно для кассира процесс такой, взять товар, передать, предложить паркет, там еще что-то. Есть по результату, но это больше, наверное, для боевых хорошо, когда взять ту высоту, там практические решения преодолеваются и другие. Либо по проблемам, как я вам говорю, нам нужно улучшить качество вашей команды, и ваши люди начинают решать сами, выбирать способ реализации, как достигать в рамках своего полномочия принимать решения и согласовывать с вами. Люди третьего типа более предпочтительные. Я расскажу еще одну критчу такую, про то, как наступила весна, сегодня по 14 манта, вышло солнце, прекрасная погода, и в деревне стоящен дедушка, выходит из своего дома, садится на скамеечку, хорошо, солнышко пригревает, капель весенние, и он хочет покурить. Завел с внучками, и в нынчок пробегает, спрашивает, что такое. И говорит, смотри-ка, погода хорошая, ставим по мне дедушку, покурить хочется. Так вот хочется, попылить, бегай-ка, принеси сигарки. В нынчок отвлекает немного, останавливается, поворачивается, и говорит, дедушка, а спички принести? Люди, которые думают в результате, в просьбе принести, ну, закурить и принести сигареты, понимают, что вам не сигареты нужны в данный момент. Вы хотите покурить, а значит, чтобы покурить, наверное, нужны спички. В отличие от этой притчи, которая была здесь, он уточняет, действительно ли условия подразумевает на речи аспички, или не подразумевает. Это такая, всеизвестная довольно, надеюсь, вам думать о людях, старайтесь найти людей, которые думают достаточно. Не забывают о чем-то, о чем вы, может быть, явно не сказали, но что нужно для достижения того, результата для решения той проблемы, которая у вас возникает. Собственно говоря, про моим людей немного. Есть хорошая отраза, она в какой-то из книг, которые там были до этого, я показывал, что лучше не взять хорошего человека, чем взять нехорошего, потому что у нас есть накладные расходы на персонала. Вы берете человека, даже когда вы ищете, да, я понимаю, возникает иногда усталость, но вы берете не того, начинаете вкладывать в него силы, энергию, иногда не можете себе признаться, сколько вы взяли не того, но больше вы взяли, взяли на себя ответственность, и начинается тянущая-то тянущая, когда человек делает импультуру, перемещает что-то сделать. Поэтому, пока этот сотрудник, он пришел к вам в команду, но не стал частью команды, в трудовом кодексе Российской Федерации, это описано твердмесячным периодом, в котором вы можете менее лояльно, скажем так, к нему относиться, то это не ваш человек. Простое правило, поэтому решение лучше принимать как можно раньше по поводу ваших ключевых. Ну, например, хорошая практика, которая вот была в компании Тинэк, мы понимали то, что надо через месяц обязательно дать обратную связь, то есть рассказать человеку, сотруднику, что хорошо, если есть что-то плохое, рассказать, что плохо, мы пытаемся скорректировать. Через два месяца мы должны уже принять решение, подходит он к вам или не подходит. Вот, потому что там, три месяца это для слабаков, у нас тут не университет, мы ищем людей для того, чтобы компания растет, нам нужны профессионалы, мы готовы брать профессионалов, как я уже говорил, мы подразумеваем, что все технические скиллы нормальные, но если оказалось, что что-то пошло не так, если оказалось, что каждая группа требует перепроверг, требует переделки еще что-то, то человек не наш, это спорта, надо отказаться, мы все без носа, чтобы пошло не так. Есть вот еще один такой тест, такой, где маленьких детей проводят 5-6 лет, когда показывают ему эту картинку и спрашивают, что происходит. Маленький ребенок говорит о том, что виноват в скамейке, мальчик лежал, столкнулся к этому падле. Когда ребенок простает, он понимает, что скамейка не при чем, что просто надо смотреть под ноги. И такая шутка есть, что есть взрослые люди, у которых до сих пор надавили на ваду скамейку, которые ищут причины, на которые они не могли выполнить это задание, организоваться, сделать что-то, не знаю. Вот безответственных людей, как бы это очевидно, брать не нужно. Но дело не в том, что есть ответственность и безответственность. Мы все ошибаемся, мы с детства ошибаемся. Если маленький ребенок ошибается, для него это нормально, то есть иначе он не научился, наверное, ходить, бегать, лазить или еще что-то. То со взрослыми почему-то иногда есть люди, которые не хотят учиться на своих ошибках. Они говорят, я это делаю так, я профессионал. Не знаю. Мы на Agile Days, то есть в основе практик Agile есть цикл «План лучший акт», когда мы там с крайне особенно спланировали, сделали, потом проверили эту спективу, подвели итоги, как изменились, для того, чтобы научиться на ошибках улучшить наш процесс. У психологии есть такой, не помню, как дымать, мы идем его шпиц, фамилия «Колба», то есть не «Попа», а фамилия, который точно такой же цикл объяснил по обучению взрослых людей. Когда у вас приходит жизненный опыт какой-то к нам, мы рефлексируем, переосмысляем его, корректируем наше поведение и еще раз применяем. Это нормальный цикл обучения взрослого человека. И, собственно говоря, я после наблюдения над многими сотрудниками, с которыми приходилось работать, пришел к тому, что обучаемость – это, наверное, что-то из области генетики и хромосом. Есть люди, которые обучаемые, которым один раз, так сказать, сказал объяснил, пытался разобраться в проблемах, второе – и все, проблема ушла, человек изменился, улучшился. А есть люди, у которых это просто никак. То есть, я всегда так работал, дед мой так работал, отец мой так работал, даже я был так работал. Это тоже люди не наши. Сейчас немного теории расскажу про менеджмент. Здесь же идем к росту и ко всему остальному. Мы помним то, что есть ключевые функции менеджмента. Это планирование, координация, мотивация, контроль и организация. Там есть разные школы, они немного по-разному это интерпретируют. Так вот, в основах менеджмента есть такое понятие, как норма управляемости. Это то количество точек управления, с которым менеджер может нормально справляться. Было исследование, помню, в 50-х годах истории. В Википедии есть статья на эту тему. И в общем, в менеджерских школах есть норма управляемости, она равна 7 человекам. На самом деле, наверное, это все зависит от разных людей, от разных халактов. Лучше держать в голове цифру 7 плюс минус 2. Если у вас больше энергии можете отправлять, то у вас может быть 9 точек эффективного контроля. Если вы еще молодой, не развившийся полностью менеджер, то их может быть 5, но цифра где-то такая. И вот, зачем я все это рассказываю, что нужно всегда помнить, что это наше физиологическое ограничение. И это ограничение относится не только к тому количеству идей, которыми вы управляете, но и к тому количеству проектов, например, за которыми вы тоже следите. То есть у вас может быть один, может быть несколько проектов, если эта цифра будет шкалить с десяток, прекратить с пятнадцати, то, скорее всего, у вас проблема. Вы ее можете осознавать, можете не осознавать, но это физиология. Мы с этим ничего поделать не можем. Есть, опять же, хорошая книжка для многозадачности, очень быстро читать. Я, по-моему, часа за полтора это прочел, которое рассказывает наше отличие от компьютера, очень просто, как организовываться, о том, что многозадачность – это не про людей. Мы не можем быстро взять, переключиться, что-то сделать, храниться в то же состояние, что годы продолжить делать прошлую работу. Поэтому, когда компания растет, сотрудников становится все больше, это количество людей нужно как-то контролировать, исходя из этих физиологических ограничений, которые здесь были написаны. Поэтому есть хорошая практика, которую можно и нужно взять по верболайфу, условно назовем его так, по многоуровневому маркетингу, потому что они на этом зарабатывают деньги, и зарабатывают деньги, научились управлять большими сетями. Когда устраиваются многоуровневая сеть, там количество точек, с которыми работает одно звено этого Айбалэма, оно небольшое. То есть я нескольким своим, находящимся на следующем уровне, ну, там, филе, там, не знаю, как это называется, есть какое-нибудь слово описывающее? В общем, рассказываю о том, как продавать этот товар, как он хорош, демонстрирую, поставляю ему, он находит следующую такую, и пошла доступная реакция. Все распространяют одно знание, все нормальные эффективы управляют, и все это происходит безнадриво. Вот. Поэтому для того, чтобы это происходило, ваши украинческие решения, которые вы делаете, должны быть тиражированы. Вот. То есть они должны быть простыми, наверное, и понятными. И еще очень хорошо, когда вы сами этим пользуетесь. Не просто говорите, а вот тебе есть инструкция, бери и делай, а сами живете условно по этой же инструкции. Вот. Не нарушая этого, тогда, когда вы пользуетесь сами, вы точно знаете, что это удобно, просто, и, ну, практически применимо. Призываю, ну, как, евангелирую, да, не усложнять эти правила. Вы не сможете описать всех возможных способов что-то делать. Ну, там, когда мы берем отпуск, мы за три недели пишем заявление. Не нужно в эти правила писать все. Если ты написал за одну неделю, если за три дня, а если ты за год собрался, или еще что-то. Правила особо никто не читает, как это не прискорбно. Это не значит, что их нужно написать. Но если правила, там, про каждый спункт будет у вас, там, по странице, поймиться, то, ну, есть вероятность то, что его не будут читать. Потому что правила много, да, ну, и, нафиг, там, как-то, как-то не раздается. Вот. Очень хорошо помогает автоматизация, которая помогает нам делать нашу рутину. Там, например, вот я уже говорил про нормальный персонал, да. Хорошо, когда робот мне пришлет предоставление, что прошел месяц, когда пришел тот человек, надо теперь с ним поговорить. А еще лучше, когда автоматом мне вот тут встречу спикнет со мной с ним. Хорошо, когда через два месяца мне придет письмо, что пора бы уже, там, определиться, что делать дальше. Там, там, а еще лучше, опять же, там, какую-нибудь, там, сделать встречу, которую уже мы все помним, и все можем иметь уже. Потому что, если можно что-то продолбить, то это будет продолблено. Сначала вы пропустите что-то, один раз вы сделаете, потом второе, а потом это будет, ну, как бы, необязательным. Вот. И, ни к чему хорошему, скорее всего, не поведет. С тем, с ростом количества людей, которые у вас увеличатся в паректе, работает правило пузырька. Вот. То есть, чаще всего, когда компания растет, те, кто пришел в нее первым, тот и поднимется выше карьерной ездицы. Так бывает не всегда, но это бывает очень часто. Поэтому, еще раз напоминаю вам, что если у вас изначально будут не те люди, то всплывают кузырьки, ну, большие места, слова, где-нибудь надо говорить про людей. Но, недостаточно хорошие люди могут занять достаточно весомые позиции, тогда, когда уже будет поздно что-то менять. Потому что потом люди будут проверить, ну, как же так, в принципе, приветствовать работу. Вот. Они тут все знают. Вот. Поэтому, в моменты роста, когда вопрос разрастается, не забывайте, что надо добить команды, чтобы они продолжают оставаться функциональными. В командах те же самые правила работают 7-7-2, чтобы не было слишком большого количества коммуникаций. Есть такое правило, условно называется управляемая демократия, когда вы опрашиваете мнение о том, что будет плохо было везде, что вы сделали ваши сотрудники, но принимаете решения, исходя из тех, ну, реалий, которые лучше вам помогут дальше развивать компанию в проекте и ростах. И есть такая ответственность, правило, ответственность в... что ответственность не дают, ее берут. То есть, когда у вас разрастается компания, если кто-то может стать темледом, он не будет сидеть ждать, когда вы его назначили темледом. Скорее всего, этот сотрудник уже является темледом, выполняет на себе обязанности, организовывает там, согласовывает задачи, либо еще что-то делает. И при таком разделении, в принципе, решение уже принято за вас его делами. Вам останется все прикинуть и сказать, ну, ничего, все нормально фактически. Ты уже это делаешь, Даем поклоны, и все происходит работа. Про проявления лидеров, как уже сказал, тут шпаргалки. Теперь про знания. Когда компания растет, у нас накапливается множество знаний. К сожалению, большинство этих знаний остается в головах у тех, кто это сделает. Вот. А потом, по прошествии месяцев-лет, это все оказывается, как бы, в винах, которые никто уже не помнит, что, как, почему. Поэтому призываю не забывать документировать. Если вам пришел какой-нибудь там документ, какой-нибудь ТЗ или еще что-то, не подложите его хотя бы в папочку. Просто в сетевую папку вращать. Лучше, если это выложено где-нибудь на корпоративном фонтале. Но самая идеальная, мне кажется, это какая-нибудь вики-система, в которую мы можем все наши знания что-то сделали записать. Кто-нибудь с командой может спокойно подредактировать. Мы получим уведомление о изменении того, что произошло. И таким образом мы будем всегда видеть прогресс по документации по тем задачам по этим продуктам, которые мы делаем. Есть простое правило, которое позволяет не забывать документировать. если вам нужно один раз что-то рассказать, вы их взяли и рассказали. Если вам нужно рассказать что-то второй раз, то вы их рассказали и что-то уже записали. Самое основное. И нужно сразу писать какой-то огромный программ. Но, собственно говоря, с третьего раза уже нужно нормально задокументировать и больше уже ничего не рассказывать, а просто взять и сказать, когда Вики почитают, там все написано. И всегда начинайте с себя. То есть, как минимум, когда вы сами начинаете вести документацию по тем проектам, которые вы делаете, вы закладываете структуру этого вики-портала, вики-раздела, способ описания, способ детализации и все прочее, так, как вам удобно потом будет это все читать, контролировать, воспринимать. А все основные сотрудники воспримут это как некую культуру и будут поддерживать документирование уже в том формате, который для вас более удобен, как для творчества, для восприятия. Вот. Процессы. Часто, очень часто мы забываем записывать зоны ответственности в наших командах, в наших продуктах, в наших ролях и в наших действиях. Ну, это, не знаю, может быть, у вас оно все расписано, когда вы определяете и говорите, так, мы занимаемся этой частью системы, а мы занимаемся этой частью системы. Это наше, это не наше. Потом начинается идти на переброс, особенно когда система вырастает. Вот. Поэтому, мы помним о том, что мы не телепаты, и лучше всего наше разграничение зоны ответственности где-то зафиксировать. зафиксировать, и зафиксировать, что работа с движком поиска подразумевает проработку интерфейсов, там, настройку коэффициентов поисковых, но и подразумевает работу со словарями, вот, потому что словари у нас обрабатываются в подразделении, которое занимается справочниками, например. Вот. таким образом, когда кто-то придет и скажет, что синонимом какого-нибудь, не знаю, слово банкер будет слово за, потому что банкер находится в заду машины, там, да, там придут, скажут, что долгунные слова, просто неправильно работают. Подождите. Я говорю, мы понимаем, просто неправильно, мы ничего не можем сделать, давайте вот словами просто сформулируем задачу, и они уже это все исправят. Одно проверят другие схожие смешные совпадения. Софиксировать договоренности, ну, это понятно, чтобы каждый понимал, где. И agile manifesto. Ну, не забываем про то, что он, конечно, нам говорит о том, что нам важнее там люди взаимодействия, чем документация, но там тут же написано, что мы не отрицаем то, что находится в правой части. Поэтому, как только появляется у нас какое-то изменение в нашем процессе, которое продиктовано повышением эффективности нашей работы, если уж так получилось, то мы залезем и поправим наши договоренности, наши, те зафиксированные там, изменения, которые у нас произошли. И здесь я бит на жару, повешу, чтобы не забывали, это у нас про слайд практически подписанные процессы, но он про ответственность, про разделение зоны ответственности между ними. Про то, что мы записываем и понимаем всегда, кто за что и где. Вот. И актуализировать это нужно. Потому что, как только оно устаревает, как только документ перестает отвечать на реальность, и затем в него никто не верит, туда никто не вводит, и у нас начинается хаос. Потом ножа под повисела и ножа била. Пойдем дальше. Про обратную связь. Когда людей становится много, команд становится много, вам нужно понимать, что где происходит в ваших командах, ваших компаниях. Да, вы знаете, что происходит, скорее всего, когда уходит менеджер одной команды. Если у вас в этих командах уже питок, если вы общаетесь с другими, то обратную связь нужно получать. Есть отличная практика ретроспектива. Я надеюсь, мне не нужно рассказывать, что это такое. Потому что, если вы не делаете ретроспектив, то что-то у вас наверное не так. Есть отличная книжка. В прошлом готова бы переведена распечатка и джерная перспектива. Конечно, она рассказывает все, как это происходило пять лет назад, но базовое слово она дает. На ретрах мы вспоминаем, что мы пытаемся, что-то улучшится. А главное, записываем эти результаты, складываем их в вики. Раз это положит легко в вики, то мы можем, подписавшись на постсов, какие-то проблемы есть в таких командах, что там происходит, что там обсуждают, и, может быть, нужно каким-то образом где-то кому-то помочь. Вот. тимбилдинг, который проводится прекрасный способ получить обратную связь. В тимбилдингах нет ничего страшного. В принципе, бывают дни рождения у сотрудников, иногда там бывают какие-нибудь другие выезды на природу, в пунктах они ездили и играют. Главное, что в момент этих мероприятий вы можете поговорить, узнать, получить какую-то информацию, как происходят дела в тех командах, в которых вы, например, не общались в это время. Вот. Главное здесь не пропускать. Вот. Потому что я понимаю, конечно, что есть домашние дела, но это не повод прийти здесь в строке, спросить, как происходят дела и уточнить какие-нибудь вопросы. Ну и черный слайд на черном фоне про фрагов нашей системы. Когда у нас не так все хорошо. Когда у нас появляются центры компетенции. Люди, которые что-то знают и не хотят этим делиться. они начинают работать и понимать, что таким образом они становятся незаменимыми. А когда вы пытаетесь у них вытащить какую-то информацию, то воспринимают эту практичную угрозу и еще больше закрываются от вас. Они мешают делать все то, что было до этого. Князья и боярия, условно говоря, это те лидеры, которые не допускают вас в свои царства считают, что вот мое царство, я в нем живу. Тут у нас уже есть свои правила. И нечего туда лезть. Поэтому я выступаю за федерацию. Правила все равно у всех должны быть общие. Эти правила должны вы вместе с ними вырабатывать, если это слово быть. Да, но определенная свобода, если он такой боярик в душе, пусть он там свое маленькое бас побудет, вам все равно должны быть общие законы, у которых все включены. Стопроцентные прокси-менеджеры это также враги, потому что через них вы не получите никакой информации о том, что происходит внутри. Они будут эту информацию скрывать, искажать, всячески повышать ощущение в ваших грузаха ценности работы у них в компании по разным причинам. может быть не хотят сдавать своих, круговая порука это особенность поскольку предуправления в одном из книжек говорилось. Но они вам мешают. И последнее это альфа-самцы, которые могут маскироваться от лидеров группы. Но на самом деле такими не являются. Потому что в альфа-самцы главная задача может трудиться. Альфа-самецовое утверждение забирает власть, забирает от себя команды. Но он действует не в интересах команды, не в интересах тех людей, которые есть, а только в своих интересах. Тоже враг системы. Собственно на этом тут в конце предлагаю строить правильные лунопаки с азатовыми партизанами. Помните прежде всего о том, что люди это то, с чем вам нужно работать. Обращайте внимание на всех тех, кто входит в вашу команду, на их качество. Помните о правиле 7 плюс-минус 2. Это бывает очень часто, когда набирается больше дел, чем может перевариться. Записывайте правила, если вы найдете договоренности, если договоренности изменились, то авторализируетесь. На этом все. Спасибо. Спасибо, Алексей. Мы должны закончить раньше, поэтому у нас есть время по почте звонить. Да. Вот это хорошо, высокий вопрос. Меня зовут Андрей Дмитрий Дмитрий из компании Workdoor. Скажите, вы рассказываете о построении процессов в настоящих компаниях, правильно? Про один из важнейших параметров процессов, метрики. очень активности. То есть, можно быть командой, можно двигать организационных людей из одной команды другую. По вашему опыту, какие метрики, все какие-то изменения приведены? То есть, что вы считаете за успехом? Ну, кроме эксперты, оценки? Да, вопрос в основном. Потому что основная метрика удовлетворения заказчика и становится проблема кто этот заказчик. Как я пытался в разных командах пытался измерить что такое хорошо и что такое плохо. Вот. И пока не пришел ни к какому четкому выводу какие-то универсальные метрики, которые вы могли здесь помочь. Ну, то есть, если мы поезжали в разработку, вам говорят, вот, надо замерять мобильтайм, его уменьшать, чтобы задачи проходили как можно быстрее. Нужно двигаться за количество квадратов, потому что это может быть. Вот смотрите, вещь идет про мобильтовый процесс в целом, правильно? То есть, когда мы делаем изменения в разработке, они касаются на нем. Правильно? Значит, это касается всего всего продукта в целом. То есть, соответственно, изменения в разработке должны как-то отражаться на самом продукте. Может быть, я не очень адресат задаю вопрос, потому что только у нас внутренние разработки. То есть, это касается того, что когда вы делаете изменения в разработке, изменения в целом на процессе. То есть, может быть не удовлетворенный заказчик, чтобы более... А у любого продукта все равно есть какой-то заказчик, а могут быть ваши пользователи. Это может быть другая система заказчика, которая запостная эти данные. И вопрос, как измерить удовлетворенность пользователей? Нет, вы меняете процесс. Как вы умерете результат? Ну, допустим, команда стала больше cycle time, меньше cycle time. То есть, больше задач нет. То есть, это, например, но в целом по компании делал процесс. То есть, заказчики ставили задачи менее назад. То есть, cycle time уменьшился, но заказчик уменьшился, но заказчик уменьшился. Я думаю, у меня не получилось пока найти какой-то четкого системного ответа на вопрос, как с высоты птичьего полета увидеть всю цельную связь всей цепочке. То есть, пока не понятно, здесь уменьшается, здесь уменьшается, здесь уменьшается, здесь уменьшается, но я думаю, здесь уменьшается. Алексей. Спасибо за доклад. Такой вопрос. на этот период роста. То есть, задачи есть хорошие люди, документация, 7 плюс-минус 2. А если вам при этом еще нужно тушить пожары, запускать проекты, какой стратегии стоит придерживаться? То есть, подойдет ли стратегия, давайте мы сейчас выпустим вот эти проекты, а потом уже построим все вот эти вещи, про которые вы рассказывали? Или как будет ситуация? Ну, то есть, если вы построили проекты, а потом взялись за, что за организацию, вы не возьмете, у вас приедут следующие проекты. И никто вам не даст заниматься, скажем, давайте мы вот сейчас запустим этот проект, а потом что, в отпуск уйдем. Организация, это неотъемлемая часть, ну, процесса разработки, процесса создания продукта. она происходит, говорим мы об этом или не говорим. Она происходит независимо от того, документируем мы это или не документируем. Это просто есть. В другой момент, что произойдет дальше, после того, как, ну, пройдет время, мы столкнемся с тем, что мы не понимаем, как работает то, что мы создали. Мы не понимаем в зону ответственности, какой в команду входят какие части, или как так получилось, что эта команда написала свой велосипед, а тут рядом видится параллельный велосипед, который выполняет те же функции. Мы продолжаем тратить деньги на их продолжание развития. И как мы думали, что теперь с этим делать? Потому что мы изначально про это не подумали и не сделали. Правильным решением мне здесь видится тем, что нужно отводить определенное время на эти работы. Про это даже можно никому не говорить о том, что мы тратим время на документацию созданного программного продукта. Но мы обязательно включаем в критерии приемки, что должна быть записана документация и поактуализирована существующая таким образом. И тогда мы неизбежно будем создавать то, что нам нужно, чтобы потом не потерять управляемость, не потерять какие-то знания при увольнении сотрудника, который только знал, мы думаем, ну да, он сейчас и потом нам все остается. Спасибо. Ваши вопросы. Здравствуйте. Вы на самом начале этого доклада сказали о том, что предпочтительные на этапе роста проект команды и в тот же момент вы сказали, что в большинстве которые нацелены на результаты. Мне кажется, что это есть небольшой специморечие, потому что в моей практике интровенты более нацеленный результат, чем вот этот. Вы это считаете? У нас мне кажется, что интровенты более как бы нацелены на то, чтобы сорвать компанию, ну, команду вместе, как-то, 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 а интровенты в этот момент просто работают. Во-первых, смотрите, люди не делятся на интровертов и экстравертов. Вот. И процессников и результатников. Они в большей или меньшей степени находятся в той или иной стороне. Вот. То есть есть прям явные-явные, да, я понимаю, которые прямо усилить человека. Тяжело выжить, любить закопаться, или что-то делать. Говоря про результат, я, прежде всего, имею в виду, подразумеваю, то, что это нечто, что принесет пользу. Чем быстрее принесет пользу, тем мы этим раньше начнем получать от этого какой-то профиль. Вот. И если у меня человек говорит, да, я такой, я весь на результат, но еще и перфекционист, то есть мне, чтобы это закончить, нужно еще сделать, нужно еще переделать, нужно еще. Вот. То этот человек, он не про результат. Вот, серьезно. Про результат это что? Что нам нужно сделать? Нам нужно что-то запустить. Давайте попробуем запустить, показать, снять обратную сеть, потому что пройдет изменение. Я, к сожалению, в моем опыте был случай, когда настолько был хороший разработчик, что он сказал, я тебе изменю эту систему за месяц. Через два месяца он понял, что он начал переписывать это все ядро, потому что, оно бы не выдержало будущих планированных нагрузок. Вот. В итоге, у нас появилось еще, к тем два месяца, плюс полгода разработка. Я не знаю, это хорошо или плохо, что он настолько результатно потом работал, что так и не запустил этот продукт в конце концов. Или лучше бы все-таки выпустить что-то, что удовлетворило бы меня, как заказчика, потому что это можно было бы уже опустить туда пользователей, посмотреть, и заложить следующий план, который, опять же, можно вот это делать, выпустить, и который, значит, мне помогает. В этом случае еще отсутствие по мнению. Тут и мой менеджерский продукт есть, естественно, я там не нанеслаиваю всю проблему на него. Я здесь тоже упустил свой контроль или нормальное планирование, но это все не... Если было бы все просто, наверное, было бы оставить этот чай. Как быстро, как шо сделать, нанести всем этот вопрос? Это тогда будет, наверное, матрица, которой человек нападает, что вот, и такой хороший вопрос, и такой хороший вопрос. Николай, я напомнил Инбокс. Вот вы говорите в документацию с одним опыту возникает такая проблема, что документация количества растет, один человек, новые пришающие не могут все это прочитать, те, кто давно работает тоже про новую, не узнают, в итоге какую-то проблему, чтобы документацией пользовались? Посмотрите, если говорить про новичков, есть испытательный срок, критерий прохождения испытательного срока, один из, ну, если у вас этого нет, еще, может быть, по-другому, является ознакомление с документацией. Как вы можете проконтролировать, что он ознакомится? Пусть ответит на какие-нибудь вопросы. Ответит, вы посмотрите, лазил он туда, читал или не читал, смотрел или не смотрел, чтобы он этим ознакомился на практике. Возможно, нужно как-то задачи выбирать, они все-таки были связаны, чтобы он не теоретизировал, а что с этим делать. Вот. Что касается всех остальных сотрудников, которые должны видеть изменения или не изменения документации, то я не знаю, о каком объеме говорить, но вот мне очень нравится с Викой работать, потому что она, конечно, генерирует большое количество изменений, но он, если говорить о классе, он подтвердился, то он выделяет под зеленый, кинкарский, тендерные. Можно быстро посмотреть, где что изменилось, какой из систем внесено изменения, чтобы, по крайней мере, знать, что, а, ну там что-то позднее делать. Друзья, есть еще вопросы? Алексей? Давайте спустим меня. Тогда спасибо. Спасибо. Спасибо.